Русланом Абиловым. Это водовачник, российский водовачник. Мы ему определили немного больше времени и также сюжетов, потому что у нас был материал. Это российский водовачник, у которого в военнике стоит, что он не пригоден к военной службе. Но он оказался в Украине, он воевал в Украине. Интервью мне Руслан говорил, что он не поддерживает Путина, что он не поддерживает войну, он не поддерживает эти все вещи, которые происходят в России. Ему просто нужно было заработать денег и поэтому он хотел отсидеться в штабе в Украине. Давайте послушаем, что тогда говорил Руслан Абилов. Про россиян. Вот. Путина выбирали не все люди. То, что там подсчитывают голосование, я думаю, вы знаете. Множество роликов есть и на ютубе, и везде. Как бюллетени подкладывают. Почему общество русское с этим не борется? Почему не встанут русские? Я вставал лично. За это был осужден. Ну, административная статья заплатил 20 тысяч рублей. Ты готов дальше встать? Если я встану, меня посадят. Там. Потому что второй раз, если такая же статья будет, все уголовная ответственность. Если весь народ встанет, то уже и некому, и некого будет судить. Я лично стоял на Манежной площади и кричал «Свободу России! Свободу Поли Заключенному!» Я стоял с флагом России. Спасибо, что комментируете этот стрим. Кто только присоединился, вы можете более активно это делать, потому что это помогает нашему видео для распространения. Вы видели, что сказал Руслан Абилов на камеру. Это первый раз я брал у него интервью. И после того, как вышло это интервью, нам в Телеграм, это редакционный Телеграм-канал, у нас здесь официальный номер, в Майде мы также имеем сайт, написали люди и сказали «Руслан Абилов говорит неправду». И прислали нам небольшой кусочек видео. И после этого я взял это видео и показал Руслану Абилову с телефона. И давайте посмотрим, как отреагировал на это видео Руслан Абилов. Смотри, Руслан, мы редко с кем общаемся второй раз, но у нас так с тобой сложилось, что мы захотели тебя послушать второй раз. Я тебе сейчас объясню причину, чтобы наши зрители понимали. Здесь много людей говорят о поддержке войны, Путина и так далее. У нас выходит интервью, где люди говорят, кто-то говорит, передумал, что и как, по-другому увидел эти все вещи, им здесь ничего не светит. В Западе никто же не бьет никого, да? Да. Не бьет, да, все нормально. То есть свободно говоришь, да, правда? Ну да. Вот, и ты много раз нам говорил, например, о том, что ты поддерживал Навального, выходил на протесты и так далее, что ты не боишься то, что я даже тебя спрашивал, боишься ты или не боишься, что вот эту всю байду ты как бы не поддерживал это все, что ты просто хотел там подзаработать денег, да? Абсолютно верно. Пятое-десятое, и ты пришел в Украину, думал, там будешь где-то, говорил, на кухне или где? В штабе просто. В штабе, да, тебе дали автоматы там выдавали. Вот смотри, нам сбросили видео сами русские, да, вот у нас есть телега, и у нас там много приходит русские, да, и вот они просто прислали нам одно видео с тобой, да, и они говорят, вот, тут реально там, ну, Руслан немного п***, то, что он вам говорит на камеру. Вот посмотри это видео. Салам алейкум. Это мой друг. Блять, пацанов поддерживаем, Кули. ВДВ, блять. ВДВ на руке. Лодочкой только живем. А вот же буду, да? Помнишь это, да? Да, это на работе моей. У меня просто вопрос, где реальный Руслан? Вот это с патчем зад русским флагом, мы поддерживаем пацанов и ВДВ, да, вот на этом видео. Или реальный Руслан тот, что с нами сидел? Это два разных Руслана. Я вам скажу честно, не знаю, я не помню честно, говорил ли я вам, что у меня есть некое такое заболевание. Шизопатическое. Шизопатическое. Что-то наподобие биполит. Расстройство личности. Да. И порой меня иногда накрывает. Я себе не оправдываю, говорю как есть. Я приехал сюда, на территорию Украины в состоянии мании, когда у меня повышенный эмоциональный фон. То есть, тот человек, который на видео, конечно же я. Но я смотрю на себя и понимаю, что я невменяемый. Я там пью на работе, это моя работа была, я работал в Озоне. Выходили курить, колонка играет. Ну, то есть, тут администрация, грубо говоря, через стену сидит, да, все слышит в окно, а нам все равно. То есть, курим постоянно, на работе особо не работаем, в общем, прохлаждаемся. У меня с армией печальная история срочная. Это мы все знаем. Да, вот. Я, да, наклеил это. Зет, поддерживаем, там, ребят, тельняшку постоянно носил. Приехал сюда, потому что хотел заработать деньги, да, и почувствовал себя Рэмбо таким, что я все могу, короче. Вот. Мне стыдно за себя. Мне стыдно за то, что я так вел себя. Потому что, когда я сюда приехал, я понял то, что я слишком много вызывающих себя вел. И люди, они на это смотрели, им было видно то, что я актер. Я приехал сюда, и я прекрасно, буквально через три дня уже понял, куда я попал. Что все эти мои слова, которые я говорил, они были в основном это бравада, нелепая глупость какая-то. А когда я уже столкнулся с реальностью, которая меня ожидала здесь, на Украине, я просто пожалел очень сильно, что я сюда приехал и уже начал говорить своему командованию, чтобы меня забрали. Чтобы, ну, у нас тоже зрители понимали, это у нас первый, как бы, случай, вот, да, что мы, там, человек говорит одно, у нас часто в комментах пишут, что там, например, в плену скажешь еще не то, да. Чтобы наши зрители понимали, вот это интервью мы забираем, его никто не пересматривает. То есть люди у нас могут говорить все, что хотят. Это никто не смотрит. Мы это потом готовим, ставим титры, плашки, да, оформление делаем и просто выпускаем. Это никто не пересматривает. Ни украинские спецслужбы, никто. То есть мы делаем так, как мы хочем. И люди у нас говорят то, что хотят. И поэтому мы спрашиваем, где реальный Абилов? Здесь, перед Любомиром или там? И ты полностью можешь там сказать, да, вот честно тебе говорю, да, я за это, я поддерживаю эту всю Лабуду. Я поддерживал, да, специальную операцию. Потому что нам по телевизору говорили то, что здесь фашисты, здесь убивают мирное население, здесь против России. Я поддерживал сюда, да, и этой пропагандой, я вам скажу, пропитан чуть ли каждый третий человек. Просто некоторые боятся открыто это заявить, некоторые боятся что-то сделать, приехать. Вот немного такая несовместимость, да, я типа за Навального, но Навальный сидит, он против, как бы, да. Ну, я не фанат Навального, да, и вообще... Да я тоже не фанат. Мне там пофиг вообще, да, вот что у русских там происходит. Они могут сидеть там перерезать даже все между собой, да. Это отдельная страна, это их проблемы. Но человек, который выходит за Навального, ну, как бы, логически, он не должен был бы поддерживать ЗЭТ. Вот это, ну, какая-то шизофрения. Понимаешь? Я не думаю, что армия России, она... Блин, мысль, смысл сбился. Это первый раз у тебя? Потому что ты хорошо говоришь. Это первый раз ты сбился с мысль. Ну, у меня это видео застало врасплох, на самом деле, да, потому что я... Ты не думал, что мы его достанем, да? Да я не то, что не думал, что его достану, я не думал, что кто-то возьмет это и скинет. А я так понял то, что это кто-то из моих друзей, которые со мной работали на работе. Мы не знаем, мы старались, типа, сконтактироваться, телега была заблочена. Ну, то есть мы им написали, что мы хотели поразговаривать, да. Ну, то есть там Масич, я уже не помню, какой там был. Так что он там, типа, пиздик, он поддерживал за это, да. Это кто-то из твоих друзей, да, там, внутренний чат, да. Ну, я так, я примерно понимаю, кто это. Кто? Ну, с моей работы мой товарищ. Там несколько вас человек в чате, потому что мы видели, что в телеге несколько человек. Да. Ну, я уволился с этой работы, точнее... Ну, ты врасплохе, да, вот то, что мы тебе показали, да? Ну, я там ничего такого не говорю, что там... Да смотри, смотри, у нас... У меня Z было, да, потому что, ну, смотрите... Ислан, что вы немного русские не понимаете одной штуки, да. У нас свободная страна, ты можешь говорить все, что хочешь. Вот Любомир забирает это видео, и только он им владеет, никто больше. Честно тебе скажу. Мне бояться нечего, я за свое... Здесь, здесь никто никого там не насилует, не бьет и так далее. Проблем у тебя никаких не будет. Это нормально, можно сказать, да, за зад, нет, не за зад. Все, пока. Я поддерживал, я же уже сказал. Да. Потому что даже едешь вот в автобусе в Москве, я помню, здание высокоэтажное стоит, и там свет горит вечером. Хорошо, это все понятно. Какие чувства, вот то, что я тебе показал это видео, ты врасплох этот я застал, да? Ну, неожиданно. Не то, чтобы врасплох, просто я на себя смотрю и понимаю, как сейчас я выгляжу перед людьми, которые смотрели мое интервью первое, и которые сейчас будут смотреть, и я уверен, что они это видео потом посмотрят, которое вы мне показали, я не сомневаюсь. Но я понимаю, что зритель смотрит на человека, узнает его сначала так, а потом показывает, как бы, вот такое вот, и непонятно, где он говорит правду, где настоящий руслан. Мы тоже не знаем. Я понял это прекрасно, да. Мне стыдно за то, что я так себя вел. Не потому, что я сейчас нахожусь в плену, а потому что у меня здесь очень много времени было подумать о том, что я делал правильно, что я делал неправильно. Я себя ужасно вызывающе вел, ужасно много хвастался, ужасно показухи устраивал много, за что, соответственно, я и расплатился. Я сожалею о том, что да, это я говорил, да, это я там ходил, ВДВ, все дела, ЗЭТ, тут флаг России, да, это был я. Это был я, я поддерживал специальную военную операцию. Но когда я сюда приехал, я понял то, что здесь просто на защиту своей страны встает мирное население. Меня, когда брали в плен, меня никто не бил, меня никто не убивал. У меня, ко мне нормально обращались все мирное население. Ни одного не было там фашиста со свастикой, никого не видел. Мне дали покурить, одежду выдали. Все хорошо, это все нормально, спасибо. Руслан Абилов, где он настоящий, мы сами не знаем. Он говорит, что у него расстройства, и он может быть разным. Наверное, россияне, скорее всего, могут быть разными.